Мы как раз продолжим тему дата-арт, наших лифт, мы с Женей, вообще наш дата-арт, можно сказать, сплотил, в том смысле, что мы познакомились буквально с дата-арт, и с самого начала, когда только дата-арт начинал, правда, мы начали в качестве участников во всей мероприятии, накамливаться с спикерами, с информацией, которая здесь предоставляется, поэтому можно сказать, что мы прошли какую-то историю в дата-арт, и вот сегодня это для нас такой опыт очень волнительный, исторический, когда мы действительно подошли и сказали, «Давай мы выступим, нам есть что сказать, нам есть чем поделиться, мы считаем, что эта информация будет интересной отверстий». Ну да, я сейчас посмотрел вообще, вот, все началось с Киева, первое выступление было с Пациенко, это первое мероприятие, я сидел вот где-то вот в третьем ряду, и так я познакомился с Char Partners, вообще с программой, чем мне нравится, потому что приезжают интересные люди, делятся своими знаниями, люди, которые приходят, это люди, которые готовы послушать, услышать, что-то для себя подчеркнуть и стать немножко лучше. И так вот вообще я приобрел друга, с которым уже два года, грубо говоря, да, где-то, около двух, вот, общаемся, поддерживаем, делимся информацией, ну, в общем-то, действительно, очень хороший друг, поэтому спасибо, Char Partners, я думаю, ну, естественно, Data Art, да, это сближает, это круто, поэтому давайте… Да, хочется добавить о том, что Женя, ну, это первое мероприятие, понятно… Да, можно вообще поднять руки, в принципе, кто-то описание читает, о чем программа, там, спикеры, кто является, да? Ну, кто действительно спикер? Ну, все, тогда можно не рассказывать. У Женя есть агентство, он является основательным, руководителем данного агентства, да, поэтому… Сто процентов, я поделюсь метриками, как мы замеряем, как мы есть эффективными рекрутерами, и это все покажем в цифрах, вот, хотелось бы рассказать о Роме, то, что у него путь начался с фриланса, и сейчас он HR-директор в IT-компании, которая, ну, допустим, я год назад у них был в гостях, и… Когда я, там, месяц, полтора месяца назад, да, там приезжал, то есть компания выросла чуть ли не в два раза, да, потому что мест не было, и сейчас они еще другие локации, ну, то есть с этого я понимаю, что человек делает все правильно, компания развивается, и HR-департамент работает правильно, поэтому Рома молодец, ему тоже есть поделиться, и, в принципе, он такой вот интересный, глубокий человек, с которым всегда есть о чем пообщаться. Да, в свою очередь, я сегодня буду рассказывать о стратегии по IT-рекрутинге и о планировании как, ну, индивидуальной эффективности, которую мы можем выстраивать в процессе поиска. Я, конечно же, понимаю, что здесь уже много опытных эффектов рекрутеров и людей, которые, ну, уже, может, где-то что-то знают больше меня, поэтому какая-то информация, возможно, будет очевидная, но какая-то информация, я считаю, будет для вас новая, и вы эту информацию можете уже дальше формулировать потом на свою работу. Итак, начнем мы с стратегии. Вообще, в целом, хотел бы затронуть вопрос о том, что стратегия – это всегда комплексный подход. Да, то есть, есть стратегия поиска. Это то, о чем мы будем сегодня, соответственно, говорить. Есть коммуникация, стратегия коммуникации, как мы выстраиваем коммуникацию первую, как мы ведем до утра наших кандидатов. То есть, это тоже отдельная тема. Также очень важна в стратегии – это планирование, понимание требований и умение использовать каналы. Собственно, вот эта вся сумма всех направлений, она определяет, насколько успешно, насколько эффективно мы будем закрывать позиции. Я в большем мире сегодня буду говорить про умение использовать каналы и стратегию поиска. Женя уже поговорит про умение и понимание требований. То есть, мы сегодня локализированно поговорим об этом. Ну, чтобы мы могли сфокусироваться на конкретных вопросах, да, и я поощряю вам активность и конкретные вопросы к нам, потому что мы будем вас за это поощрять. И для того, чтобы вы понимали, о чем, собственно, будет здесь. Так, давайте немножко повзаимодействуем, проснемся, поговорим про этапы. Мне важно, чтобы у вас и у меня, и у нас всех вместе сложилось общее понимание, мы синхронизировались в этом понимании, какие есть вообще этапы, да. Первое, по вашему мнению, с чего вообще начинается этап реквизи? У меня он начинается с этого, да. Я еще разделил, я сразу продолжу, потому что вы тут так широко сказали. То есть, для меня первый этап – это получение требований. Я также, кстати, добавил по ссылкам заявки, которыми я пользуюсь для получения требований, потому что там можно заявки расширять, для кого-то, да, можно уменьшать, то есть, в зависимости от потребностей. Но, тем не менее, я всегда двигаюсь от того, что такой заказ я получил. После этого я формирую, опять же, совместным заказчиком ценностные предложения, оформляю вакансию, мы смотрим преимущества этого предложения и так далее, да. Мы идем дальше по этапу. Какой дальнейший этап, как вы считаете? Ну, это, в принципе, наверное, относится к первому и второму. Да, смотрите, я вас понимаю, вы сейчас локально, как вы считаете, да, я более глобально использую этапы, потому что для меня бриф, он является частью такого-то этапа, да. То есть, это такая локальная, фокусированная задача. Да, она не относится к отдельному этапу. Давайте, вот, для помощи. Да, да. То есть, мы выбираем каналы. Мы выбираем каналы, просчитываем стратегию, что мы в первую очередь ищем, через какие каналы мы бьем, да, и идут второстепенные, вообще, какая у нас канала будет и так далее. Следующий этап. Как вы думаете? Можно было добавить посредний пошаг, но для меня это не совсем этап, это как у кого-то действует, для меня этап это анализ кандидатов, то есть, мониторинг, ресерчинг, да, вот эти все работы, которые мы там проводим, после того, как мы наметили, что, например, мы идем по линице там, или в таком углу, там, все по какому-то каналу и анализируем наши кандидаты. Ну, по сути, это одно и то же, просто, что назвать можно по-разному. Да, да. Одно и то же действие. Да, вы правильно называете. Следующий этап. Какой следующий этап, как вы думаете? Или как вы знаете? Да, то есть, для меня это, опять же, я буду все ставаться на себя всегда, да, потому что у каждого есть свои представления, и они могут не сходиться с моими, да, но, тем не менее, я, ну, в качестве спикера беру на себя смелость излучивать именно такую правильность, чтобы обследовать данные этапы. А первичное ревью, да, правильно, сказали, да, о том, что мы проводим, там, телефонное, письменное, скайп, то есть мы проверяем, насколько наш кандидат соответствует неким требованиям. Ну, мы его проверяем еще на этапе анализа, естественно, да, принимаем, но допроверяем какими-то вопросами, особенностями, которые хочет видеть заказчик. Уже мы на этом этапе, да. Следующий этап. Вот тут могут быть спорные вопросы, потому что кто-то уже идет на собседование, а потом только тестовое, я, кстати, тоже так делаю. В рамках данной презентации я решил тестовое задание выделить этот этап. Опять же таки, этот этап еще будет зависеть от позиции, на которую вы ищете, которую вы закрываете. То есть для меня принцип такой, что если позиция уровня, там, джуниор, да, более низкой квалификации, да, или вот недавно там контент-менеджеры закрывал, то я даю вот этот этап первоочередно для того, чтобы отсеять лишнее, да, то, что мне не нужно, я не шуру, ну, по адекватному. По сути, наша задача экономить время для бизнеса, поэтому все лишнее. Если же это позиция уровня тех видов, я нахожу такого, я понимаю, что мне неуместно будет его сразу же через этот этап пропускать, тестовое задание. То есть я изначально пообщаюсь с ним, проведу собес, мало того, я ему изложу ценностное предложение и преимущество нашей компании, после этого я уже буду давать тестовое задание. Понимаете, да? Поэтому тут, в принципе, вот эти два этапа, они могут меняться. Я тут соединил, потому что можно раскладывать еще на хер, софт, там, английский, если дата-арт проводит, да, у меня компания работает на украинский рынок, поэтому у нас нет вообще этого этапа. Но в целом собеседование можно вкладывать в отдельный этап. Дальше. Что дальше? Это тоже, кстати, очень важный момент. Он финалист. Рома. Тут, понимаешь, отдельную вещь сказали. Фидбэк. После собеседования надо дать фидбэк. Как мне? В первую очередь. Потому что грешим. Грешим. Все. Да. Да. Хорошо ты заметил, но в целом... Это не я, это его девушка. Не, ну понятно, это само собой, но об этом нужно всегда говорить. Я решил все-таки выделить, потому что, ну да, это была действительно целая процедура по анализу резюме, анализу кандидатов, которые останутся на спинале, да, по согласованию этих кандидатов, ну, посредством заказчика, особенно если вы работаете именно в своей компании, не ваша компания является вашим клиентом, а в компании, в которой вы мало знаете, имеете представление, да, то вот этот этап, он, конечно, может тоже, ну, отдельно вот иметь место быть и затянуться. И что я сделал? Да, следующий этап, соответственно, финального собеседования, вы тоже об этом скользко сказали. И какой следующий этап после этого идет? Принятие окончательного решения. Опять же-таки, можно было действительно не выделять, но обычно после финального собеседования у нас создается несколько важных специалистов, по которым мы с заказчиком согласовываем, кто конкретно будет получать оффер. И опять же-таки, в какой последовательности? Это тоже важно, потому что мы можем высылать оффер, нам могут понравиться, например, два кандидата, ну, один там плюс-минус больше, но мы как бы одного можем держать в рукаве, потому что если мы высылаем только одному, он потом отказывается, у нас нет запасного варианта, да, мы сразу же предоставим позицию. Это важно принять на вот этом этапе, то есть у нас будут запасные планы, и кодексы, и кандидат не примет на сорт. Ну, в любом случае, со стороны и кандидата, может быть, принятие окончательного решения, потому что бывают кандидаты какие-то сомнения после последнего собеседования. Ну, естественно, и со стороны компании лучше все-таки в резерв, чтобы всегда был хотя бы один-два кандидата, да, в любом случае. Нет, к тому, что не в одностороннем порядке принятие решения. И последний этап, про него, кстати, мало кто говорит, мало почему-то вообще в этапе встречает, мало не думает. Ну, на самом деле, так, собственно, и анализ, но, возможно, вы встречаете, это тоже в сутки. Нет, это круто, но это еще один, это последний этап. Нет, 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 нет. Нет, это этап, и сейчас. Нет? Ну, он коррекцию будет стратегии, ему подходят на поисках, в любом случае, если я ходить, уже не нет. Близко, еще давайте варианты. Я уже говорил об этом. Работа с контр-оффером. Да, мы почему-то считаем, что мы вытвали дату Оффер, все, он наш, он уже принял все, мы уже там себе кто-то деньги посчитал. Да, я просто не могу, микрофон не работает, мне петь под фонограмму, поэтому нет. Да, работа с контр-оффером. Я сегодня, в большей мере, в своем выступлении буду говорить вот об этом. Потому что, когда я провожу стратегию поиска и закрытия позиций у себя в компании, я раскладываю эти все этапы, и мы, ну, это может быть как часть брендинга, да, мы на каждом этапе раскладываем действия и мероприятия, которые нам нужно будет принимать для того, чтобы он был максимально эффективен. То есть, вплоть до того, как мы пишем, что мы пишем, куда мы пишем, как мы формируем профиль должности, какие мы ценностные предложения туда включаем, что мы не включаем. То есть, каждый этап полностью разбирается отдельно. Но это не тема моего сегодняшнего выступления, я думаю, что это очень трудоемкое задание, если мы сейчас в рамках данной лекции будем это обучать. У нас больше такой лекционный формат. Поэтому я буду говорить про стратегию выбора канала продвижения. Итак, стратегия поиска. О чем это вообще? Для меня, если просто сказать, если не заходить в замудренные слова, что стратегия – это долгосрочная перспектива, повышение эффективности, закрытие и так далее, мы говорим о том, что это выбор дороги, по которым мы будем шагать. В первую очередь. Я не буду останавливаться и перечислять все каналы поиска. Кому какие каналы, может, неизвестно. Тех, которые здесь перечислены. Это канал для дизайнеров. Только дизайнеров. То есть я рассчитываю, в принципе, что вы ими пользуетесь, вы как-то понимаете, как ими пользоваться. Поэтому нет смысла останавливаться, еще раз рассказывать, что и как. Для меня, опять же, подчеркну, важна здесь стратегия выбора тех или иных каналов и путь. Кто, может, видел? Может, проходил кто-то это исследование? Я проходил, кстати, это исследование, это исследование джин проводил, хотя опубликовано это было надолго. Кто-то проходил, может? Проходил. А видел кто? Видели много. Суть в чем? Суть в том, что первые три канала, это LinkedIn, джин, рекомендации сотрудников, они набрали больше всего баллов как самые высокорейтинговые каналы по закрытию позиций. У меня, честно сказать, по моим каналам, я веду отдельную статистику, у меня немножко другая ситуация. Она отличается от того, что здесь написано. Я вам ссылку там указал, вы можете отдельно почитать в ленте, как этот опрос проводился, для того, чтобы не останавливаться долго. Те, кто не видел, например, они могут почитать про это исследование. Это те, опять же таки, каналы, на которые вы можете опираться при выборе стратегии. Конечно, я буду здесь, капитан очевидность, если не скажу о том, что вот LinkedIn, например, это такой основной канал для поиска, который вы сразу же можете использовать. я бы с этого не начинал. Я бы начинал с того, что важно для вас. А вот что важно для вас, это мы сейчас разберем по цепочке стратегий. Опять же таки, рассказываю своего опыта. Первое, с чего у меня начинается вообще вся стратегия, это замера каналов самых эффективных в моей компании. То есть, если вы не знаете, через какие каналы лучше всего, какие позиции у вас закрывают, а я здесь написал, что вы должны измерить, через какие закрываются позиции чаще всего, вообще в принципе, в целом позиции. Через какие каналы вы закрываете позиции непосредственно в офисе, через какие на релокейт, через какие на удаленку. Если кто-то в международных компаниях работает, как Татар, сталкивается с разными регионами, через какие каналы закрывают позиции в разных офисах, какие каналы помогают закрывать разного уровня специалистов. То есть, вы должны отталкиваться всегда от этой модели. Тогда вот эта общая картинка про LinkedIn, она не такой однозначной становится. Тогда вы можете выбирать свой путь и понимать, что у меня, например, джуны закрывается через работу или через вор. Мне нечего тратить время на LinkedIn, лезть там. А кто-то наоборот пост сделал на LinkedIn, он понимает, что у него это основная конверсия. И все. Он тогда понимает, что в первую очередь я буду, когда он направляется в такая позиция, бить через эти каналы. То есть, мой месседж как бы такой, что исходим из стратегии всегда из этого первого шага. Второй очень важный момент, который я вторую цепочку включил. это заказчики и их требования. Вам картинка, я думаю, знакома, когда долгие согласования, долгие уточнения, долгие все вот эти моменты, чего же хочет заказчик, какого динозавра он хочет, они, в принципе, определяют тоже ваш вектор поиска. Если поговорить конкретно, значит, понимание рынка, я написал здесь ваша ответственность. Ваша ответственность как рекрудиора, особенно, когда вы общаетесь с заказчиком, не в рамках своей компании, где у вас там более-менее, может, все выстоит, а заказчик, к примеру, который впервые закрывает таких специалистов, при том, закрывает таких специалистов серьезного уровня. И он вам говорит, например, мне нужен Senior Gollang за 2000 долларов. Да? Если вы не понимаете рынок, вы не понимаете, кто такой Gollang, вы не понимаете, сколько он может стоить, то у вас уже цепочка оборвалась. То есть, вы уже соглашаетесь с ним, вы подписываете сроки уже изначально заведомо порванные, которые будут невыполнены. Ну и пошли шерстить просто по стандарту LinkedIn, Stack Overflow. А почему? Ну просто так, ну вот, такая моя стратегия. То есть, так не работает. Я художник, я так вижу. Да, я художник, я так вижу. Да, ваша цепочка это четко понимать рынок, объяснить кандидату, что такой специалист будет стоить минимум 4 тысячи, что на такого специалиста понадобятся вот такие вот сроки, потому что таких специалистов после моего ресерча 200 по Киеву, и вы тогда можете конструктивно вести с ним разговор, почему вы увеличиваете заявки, сроки, закрытия, да, и почему вы увеличиваете, кстати, свой бонус тоже можете увеличить, да, почему вы увеличиваете зарплату, потому что для вас, например, это будет нереалистичное ожидание заказчика выполнить за две недели, да, это может быть, да, с некоторыми клиентами я готовлю целую презентацию, то есть я перед этим отсылаем заявку, они ее заполняют, я ознакомлюсь, анализирую заявку, понимая какие вопросы мне уже стоит ему адресовать, я могу ему просто позвонить и адресовать эти вопросы, получить ответы, либо же в некоторых случаях, как правило, редко, я приезжаю, я ему даю презентацию, я провожу ресерч, понимая, что, ну вот, по этой позиции там 200 человек, например, по Киеву, да, и сеньоров, например, и то, это в лучшем случае, и то, они не стоят 2000 долларов, все ему начинают некое обоснование делать, почему я не могу выполнить эти сроки. При этом, я думаю, есть смысл еще клиенту объяснить, если все-таки найдется подходящий кандидат, ему надо офер делать в течение трех дней или недели, нет вариантов перебирать кандидата, если он более-менее согласен, надо брать, потому что их практически нет. То есть, это, да. Да. если грамотно обосновать, то 90% адекватных клиентов согласятся. Те, кто не соглашаются, для меня они неадекватны, не отказываются с ними работать. Ну, то же самое. Я уже не в том возрасте, чтобы работать с ними. Да, я не в том уже. Было бы 18, было бы 18, чтобы вот так вот с ними работать. Очень важный пункт, я его всегда прописываю заявки и обговариваю с заказчиком. Заказчик, кстати, многие заказчики на самом деле это понимают и знают, это компании-доноры. Это тоже ваша линия поведения в стратегии поиска. То есть вы сразу спрашиваете, а где или там в заявке написано лучше искать таких кандидатов. И он там говорит там SEO Альянс, например, посмотри, какие есть. Или как мне говорили, у меня когда-то позиция была по Navision. И мне говорили, что вот Navision, например, находится вот здесь. Вот, пахань здесь. То есть для меня это уже галочка, что ага, я ее включаю в стратегию, я уже вот в первоначальный пункт туда буду... Хочу дополнить тоже немаловажный момент уточнять допустим у клиента, у компании, с кем у них договоры он не ханит. Потому что бывает, это не озвучивается в 95% случаев, и потом ты находишь кандидатов, и в итоге они говорят, ой, блин, мы забыли сказать, ты двоих там нашел с этой компанией, к примеру. У них там сейчас проект уже там начал сыпаться, и кандидаты частично открыты к предложению. То есть это тоже немаловажный момент, нужно уточнять. Сейчас это нормальная практика. Настя, у DataArt есть компании, из которых вы не берете механики? Сколько их варгейме? Хотя бы пример, ну, порядка 8. Ну, вот элементарно. Все знали, например, что DataArt с 8 компаний не берет людей? Ну, в общем-то, такие моменты надо знать, уточнять и спрашивать. Это отдельная тема. Честно говоря, стоп-листы, это многие компании сейчас не готовы уделять время для того, чтобы делать стоп-листы и давать вам эту информацию. То есть, больше подходит вариант, допустим, у них база больше 20 тысяч человек. Над этой вакансией до этого работало 5 рекрутеров, и там, действительно, на 800 человек стоп-лист команд. Это сколько времени нужно выделить для того, чтобы сделать стоп-лист. В общем-то, практика проверки. Да. У нас была такая ситуация. 15 минут разницы было. Я подразумевал в рамках тех вопросов, которые задаются заказчикам. Например, пытались закрывать позиции до этого сами, какие ресурсы использовали, почему не получалось, что не справилось, и так далее. То есть, эти вопросы, по сути, они могут раскрываться с тем, кто-то в том, когда человек говорит, что мы уволили человека, ищем ему замену. Первый пункт, почему не подошел, по каким требованиям. Мы уже можем согласовать какие необходимые требования для нового кандидата. Если они говорят нам, что они, например, пробовали закрывать через определенный ресурс, у них не получилось. Но там еще могут быть вопросы, может, они не умели этот ресурс использовать, но тем не менее, мы уже понимаем, что этот ресурс гипотетически может быть неэффективен для нас. И второй момент, вот просто крик, закрывали позиции сами. Если мы понимаем, что они уже там полгода работают на позиции, не дай бог, потому что меня всегда пугают такие заказчики, которые полгода сами не могут закрыть. То у них там действительно должен такой списочек собраться, по которому я не должен повторно бить, потому что я теряю время, и они теряют время. Поэтому в идеале, конечно, это должно быть. Да, да. Да. По тем же людям. Да. Да, да. Это очень важное дополнение. Спасибо. вам. Так. Цепочка база. Я опять же, с тем, чтобы не тренироваться, да, не повторяться в работе, я всегда прошу своих помощниц, по рекрутингу, в первую очередь, проверять базу. Кто у нас есть база? Если мы понимаем, что мы там уже проработали на позиции React, например, у нас попадается опять эта позиция, то я сразу же говорю о том, что у нас есть хорошая база, мы идем туда, мы проверяем, мы смотрим, кто у нас был актуален в этой базе, кто у нас был актуален в этой базе, и кто был заинтересован, но в перспективе, например, отказался на данный момент, но искал, что через два месяца может быть в позицию проекта и быть заинтересован. Понимаете, да, эти кандидаты, они здесь в первую очередь вашими амбассадорами, амбассадорами вашей позиции и вообще вас в целом. Они не за расположены. Вам не нужно заново устанавливать контакт с новым кандидатом. Мало того, если вы сразу вы найдете опять тот же линк по исследованию доу, то вы можете опять попадать на тех кандидатов, которые у вас есть в базе. Конечно же, у вас там, скорее всего, АТС-ники работают, они показывают, что у вас добавлено, что ли у вас в системах не добавлено, у вас не свечивается. Но тем не менее, иногда эти вещи теряются, и вы можете действительно два раза одну и ту же работу делать. То есть, так как сказать, как сказать. Не, ну, в принципе, я хотел задать вопрос по поводу если там кандидат пишет давайте через два-три месяца рассмотрим, или после нового года все делают себе напоминания, какие-то пометки, там, и вы спорные пункты. Я согласен. По поводу чат-ботов, по поводу рассылок, мы все время говорим о том, что, ну, проверку актуальных кандидатов, последний переписок, я уже сказал, да, сделать рассылки, чат-боты, спорные, потому что... Ты знаешь, мою позицию, вот у нас разная позиция, Жень. Вообще, полярный, я бы даже сказал. Жень все время говорит о том, что мы не боты, мы не должны следовать этому, мы должны быть очеловечными, мы должны быть индивидуальными всегда. Я же говорю о том, чтобы... Прям вот, чувствуется, что человек слушает меня, внимание. чтобы иногда, иногда я подчеркиваю, хотя я тоже за индивидуализм, сэкономить время, сэкономить время и оптимизировать наши затраты. В данной ситуации, если у вас тут база большая, много, кстати, рекординг-биллокомпаний используют такие практики, поэтому я в большей степени даже как бы от них, если честно, эти практики подчеркну, это делать рассылки и чат-порт. Мне даже интересно поинтересоваться аудиторией. Кто считает, что рассылки дают хороший результат? One. Ну, допустим, почта. Возьмем почта, массовая рассылка такая по базе. Угу. Угу. Как бы индивидуальная, можно сказать, да? Если вы проводите первый раз, вы замерили, что у вас это не единственное, вы можете отказаться от этого, либо же поменять что-то в технике, для того, чтобы это было более... Но в целом, когда вы высылаете вот такой вот океан писем, вы, как правило, не обязательно битьте прям по всей базе. Опять же таки, я говорю о тех кандидатах, которые уже тогда расположены дворянами перед этим, с которыми у вас уже был установлен контакт до этого, которые, например, сказали, что сейчас мы не умеем, что мы с вами с тобой. и вы им, как вы просто не напоминали ситуацию, пожалуйста, мы напоминаем наше активное, по-прежнему, или же у вас такая многое, пожалуйста, приходите к нам. Да. 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 Продолжение следует... Для меня это четвертый шаг в цепочке, хотя, опять же таки, вы можете это использовать в последнюю очередь. В целом, кто-то работает с реферальными программами. У кого-то есть реферальные программы, особенно те, кто в больших крупных компаниях работает? Поднимите, пожалуйста, руку. Я не знаю. Хорошо, да. Реферальная программа – это очень классная штука, которая позволяет посвящать своих сотрудников, потому что мы вам рекомендуем своего товарища или друга. Тут два плюса. Почему? Особенно, когда у меня позиция низкой квалификации, я обращаюсь к первую очередь к рекомендациям, потому что мне часто рекомендуют неплохих действительно специалистов, которые лояльны к нашей компании автоматически. То есть они лояльны к другу, который рекомендуют, соответственно, они более лояльны к нашей компании. Уже доверие, да. Процент доверия. Больше доверия, там, соответственно, лучше адаптация. Почему мне не бить в этот канал первоочередно, почему мне не оплачивать этот канал, не поощрять, например. Мало того, я меряю у себя в птицовке компании этот канал, и я смотрю, что действительно у меня по этому каналу очень большая конверсия. Поэтому при выборе стратегии я тоже его включаю, какой-то четвертый шаг, да, после рассылки. Да. Вы понимаете, это правило все индивидуальное. Ну, как правило, есть негласное правило. Три месяца. Три месяца держатся рекомендации. Ну, это как бы в основном. Ну, опять же, что... Затарт 60, по-моему, я боюсь ошибиться. Не факт. Настя. Настя, у вас? Настя. Хорошо, ладно. Настя, пускай будет... Ты советовалась? А? Полгода. Ну, да, вот компания зависит, но в основном все-таки три месяца это минимум, по крайней мере. Три месяца, да, минимум, потому что обычно за три месяца они не успевают качественно вырасти кандидат, поэтому они дают, наверное, полгода, потому что за полгода уже есть какой-то определенный рост кандидата. Да. Вот уже после четырех шагов я перехожу к пятому шагу и начинаю забить непосредственно по определенным каналам. Я здесь долго не буду останавливаться. Я специально разделил по направлениям. Это суббубо моя статистика. Да, вы можете сфотографировать, у вас как-то документация будет. Это, можно сказать, топ-3 канала для закрытия моих позиций. То есть позиции, которые в первую очередь у меня в компании. И вот по вот этим всем, по вот этим всем направлениям, ну, единственное, вот эти позиции, это обычно я ищу для других заказчиков, еще на фрилансе, да. Вот я закрываю там через чаты из отдельной телеграме, форумы из Facebook, GitHub и так далее. Поэтому вот для себя я определил в первую очередь, вот раз-два-три я иду. Тут раз-два-три, сеньор, сеньор, там раз-два-три. То есть вот такая вот у меня дорога. X-Ray, Bullion Search, кто-то пользуется активно? Обычно, когда вы пользуетесь? Когда уже все иссякло, да? Когда уже нечем пользоваться, да, вы переходите на Bullion Search. Да. Правила, мы уже написали ресурсы, то есть, понятно, суббокарин, мейтинг-харин, талантскан, стрейк, трейк, это бесплатный ресурс. Это автоматизированные ресурсы, где уже нахватили. LinkedIn и Google, вы там отдельно руками заходите, прописываете и определяете собственную свою дорогу. Здесь я останавливаться не буду, так же ссылки я указал в презентации, которую вы потом получите на все эти ресурсы. Здесь что важно? Я написал стратегию хантинга, но в целом это некая стратегия Bullion Search. То есть, когда мы ищем кандидатов, мы в первую очередь прописываем логических операций, ну я так делаю, looking for, searching for, в активном поиске ищу. То есть, мы всегда вот эти заметки делаем к добавлению требований необходимых. Почему это важно? Понимаете? Потому что мы сразу же должны бить в десяточку, то есть сразу же искать заинтересованных. Что же касается и фильтрации. То есть, мы максимально центруем все требования там, вбиваем, которые нам нужно по бакетам, по фронту, по базам, все вбиваем по английскому, looking for. То есть, у нас идет выстрел в десяточку, потом мы начинаем понемножечку расширять наш Bullion Search. Если мы видим, что вот эта десяточка, там мы получили конвертируемых кандидатов, самых таких актуальных, которые актуальны для нас, и они отказали нам. То мы уже тогда почти начинаем расширять, убирать какие-то дополнительные требования, не столь первоочередные, не столь важные. Убирать looking for, searching for, искать уже кандидатов, которые работают и так далее. Поэтому, это вот путь, который вы должны прокладывать в первую очередь. Также важно, когда вы пишете раз, вы не написали раз и пропали. Так очень много почему-то рекрутеров, рекрутеров, вы пишете. Если вы не подписались на каналы, возможно, этим каналам не сейчас выходит за теги. Поэтому вы смотрите на другой канал. Другой канал, который вы можете перейти в другую почту. Если вы нашли линк, как правило, линка может спаршить почту. Поэтому, либо же наоборот, почту нашли. Через почту можно найти линк. И таким образом вы выходите на другой канал, если вы не хотите менять, через который можно гипотетически достучаться. Я обычно не стреляю прям в день по несколько раз. То есть я обычно написал, да, и через 2-3 дня, да, я напоминал. У меня правило будет. Да. Да, то есть я в один канал я спущу два. То есть если человек, например, я вижу в день кубин, ну такой яркий пример возьму. Он прочитал, но не ответил. Я ему пишу, напоминая о себе и о том, что прочитал ли я знакомый у себя с позицией. Если он меня игнорит, я уже дальше, как правило, не настаиваю. Но я не вижу в этом смысле. Я не могу дайдать. Да. Да. Такой прям статистики я не веду. Честно, ответить так сразу по статистике не могу. Я могу сказать, в частности, согласиться с тем, что действительно они не до конца релевантны бывают. Но вы же помимо лупинг-фо и все очень плохо, вы вбиваете еще много смежных показателей, которые определяют вам конкретного человека. Либо же вообще никого нет. Надо понимать, как виза, 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 виза. А вы еще не любите, что нельзя. Вы пишите, что это не слово в ноль. Тогда личность вам уже надо расширять дальше. Ты не любишь, да, микрофон все-таки. Я вообще занимаюсь. Этот микрофон. Так. А самого основного. Итак, ребят. В целом для меня стратегия выглядит таким образом. Вы можете там добавлять свое, расширять. Я надеюсь, у меня получилось более доступно донести. Поэтому сейчас я хотел бы перейти к такой теме, которая, как мне кажется, тоже определяет эффективность поиска, но уже вашим индивидуальным, ну или визу, в той команде, в которой вы ищете порядок. Это планирование собственного рекортиза. То есть что я подразумеваю? Что такое планирование для меня? И о чем это вообще? Планирование – это когда есть у вас некий скоп задач. Закрыть middle react. Закрыть senior.net. Это некая задача. Мы ее переводим в список работ. Что нам необходимо выполнить? Как мы будем планировать наш рабочий день, нашу рабочую неделю, наш рабочий месяц для того, чтобы достичь этого результата, закрыть позицию. То есть мы оцениваем время выполнения. Мы оцениваем затраты на выполнение. Тут данный пункт очень важен для компаний, и течение для людей, которые работают в крупных компаниях, для HR-двыкторов, в особенности, где формируются некие бюджеты под проекты. Соответственно, есть оборот вакансий. Вы должны понимать этот оборот вакансий. Вот этот оборот вакансий выделять определенное количество ресурсов. Соответственно, если вы будете выделять это количество ресурсов, вам нужно и бюджет на это количество ресурсов, потому что иначе вы не будете эффективно справляться с этим оборотом. Я понятно говорю, да? Хорошо. Потому что тут такая, может быть, специфическая узкая тема. HR-директорам понятно. Те, кто работают в агентствах, может, для них это не так актуально. Об этом тоже напомню. Составить календарь, сжать сроки, запас времени я всегда ставлю. То есть, если я понимаю, что нужно какую-то задачу, позицию или еще что-либо в рамках моих HR-практик выполнить через месяц, то я всегда последний дедлайн ставлю на две недели, например. Чтобы было как на вчера. То есть, заранее всегда. Да, я знаю, что я сорву эти две недели, но я не сорву месяц. Понимаете? То есть, поэтому вот этот дедлайн, на дедлайн, да, он очень важен. Согласовывание, опять же таки, это относится к большим крупным компаниям в рамках проекта. Что мы планируем и как мы планируем между собой, между участниками. На фрилансе тоже можно с собой согласовать. Согласен, он должен вложиться в эти дедлайны. Подписался. Согласал. Ты же в первую очередь. Да, виды планирования. Я не буду долго останавливаться. Это ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные, годовые. Важно, чтобы вы о них помнили и проводили. Как мы планируем? В частности, как я планирую? Определение приоритетов позиций. Есть разные позиции в компании, разные проекты в компании, разные значимости проекта в компании. В зависимости от того, какая ценность позиции для проекта и для компании в целом, такой мы и определяем приоритет для закрытия. То есть, в первую очередь, у нас приоритет будет закрытие по этой позиции. Второй момент – это сроки. Это тоже второй принцип по определению приоритетов. Понятно, что если нам нужно уже на вчера, то для нас это будет максимально актуальная позиция и приоритет. И третий принцип – это уровень позиций. То есть, если мы говорим о ключевых позициях, таких как тимблит, техблит, у нас один ушел, нам надо быстро другого, у нас все процессы не работают, все процессы рушатся. Тогда мы действительно определяем тоже как минимум приоритет. Когда я распределяю задачи на проценты, я заморачиваюсь с этим всем, если честно. Я не знаю, может вы этого не делаете, но тем не менее я заморачиваюсь. То есть, у меня, например, есть много задач. Они касаются HR, процессов, статегии, они касаются подбора персонала, они касаются много чего, адаптации и так далее. И я, когда планирую себе день, я делю, вот у меня есть 8 часов, я эти 8 часов делю по процентам. То есть, в зависимости от приоритетности, у меня, например, 50% уходит на задачи по стратегии, на задачи по грейдированию, еще чего-то. И я вот эти свои 8 часов времени, 50%, я уже выделяю, то есть, 4 часа на вот эти задачи по стратегии, по грейдированию и так далее. Подбор у меня в меньшей степени сейчас занимает. У меня он занимает 20% времени. Соответственно, я так и пишу, что 20% времени я уделяю подбору и тоже распределяю. То есть, возможно, чисто для рекрутинга не столь важно вот прям так дистинфицировать и подходить к этому ступолезно. Но когда у вас множество процессов, я считаю, что вот эти приоритизации, они очень важны. И распределение, что вы делаете в первую очередь, в очередь, в каком количестве временном вы это делаете и какая ценность этого всего. Сложные задачи, сложные задачи я выполняю в пик активности. По-разному есть мнение о том, что сложные задачи надо обязательно выполнять с утра. Вот вы пришли на работу, самое сложное, сразу же надо, как говорят, проглотить лягушку. Я не сторонник этой позиции, я сторонник позиции, что у меня с утра голова не работает. Вот такой сторонник я позиции. И у меня она обычно с 12 часов начинает включаться. То есть, это мой пик активности. Поэтому у вас тоже, может быть, вечером включается. Я рекомендую все-таки задачи самые сложные на пик активности в вашей мозговой включении. И легкие задачи, наоборот, на спад этой активности. Тут уже вы как бы свои биоритмы должны понимать и чувствовать. Интересные задачи я всегда оставляю на усталость. Хочу переключиться, отдохнуть, либо же наперед. Вот я понимаю, что для меня это будет мотивирующий фактор. Вот я делаю какую-то рутину, но интересная задача, как морковка, меня ждет впереди, которую я достигну и потом сниму. Да, про дедлайны. Понятно, что по позициям у вас должны быть дедлайны, особенно если позиций много. Приоритет идет, что для этой позиции мы выделяем 4 часа работы. Для этой позиции 2 часа. Для этой часто. И до какого времени мы работаем с каждой позиции, с какого по какое. В этом всем мы засекаем всем известный метод помидора и начинаем бомбить. 25 минут поработали, 5 минут отдохнули. 25 минут поработали, 5 минут отдохнули. Таким образом у вас будет система контролируемая, запланированная по работе, закрытию позиции. Да, что планируем? В принципе уже так основное рассказал, но тут важный пункт. Вот API, еженедельные, еженедельные, еженесячные. Женя будет говорить по метрикам. Тоже заденет еще тему API. Когда мы говорим про API, то есть это ключевые показатели для рекрутинга, для рекрутера, который с вами работает. Например, определенное количество писем в день. Определенное количество звонков в день. То есть у вас должны все эти метрики быть посчитаны в итоге. Чтобы вы понимали, что через 1000 писем у вас обязательно будет закрыта одна позиция. И тогда, когда вы эти 1000 писем раскладываете, вы получаете некие API-чики для каждого рекрутера, который закрывает вам позицию, который должен бомбить по одной позиции в день 20 писем, по другой 30 писем, например. Понимаете, да? Тогда это будет более... Да, это самое важное, я пожалуй, рассказать из этой части. Потому что торопимся, да? Хотим много успеть, идем дальше. Про что-то еще важно здесь упомянуть? Раскрыть какой-то пункт. Это дальше. Сроки закрытия позиции, время потрачено на разные позиции и объем рекрутинга общий и по проекту. Опять о компаниях все говорит, там есть некий объем рекрутинга в самом компании и по проектам, где мы должны понимать, сколько нам нужно ресурсов для закрытия. То есть, чтобы реально ресурс успевал за день обрабатывать необходимое количество писем, необходимое количество звонков и так далее. И вот это все, естественно, бюджетировано. Я использую простые инструменты, поэтому я не думаю, что на них есть смысл долго останавливаться. Это фигулист программы, просто стикеры, трелла, гугл календарь, диаграмма Ганта, матрица Эзенхауэра. Это мои основные инструменты, которые я использую для планирования. Про матрицу расскажи. Кто не знает про матрицу Эзенхауэра, давайте так. Матрица Эзенхауэра, она очень хороша для приоритизации. Когда вы делите квадрат, вы рисуете квадрат, делите его на 4 части. Я там ссылку поместил, вы сможете потом ознакомиться более детально. Вы делите на 4 пункта. Первое – это задачи, которые срочные и очень важные, то есть которые нужно срочно выполнить, они очень важные. Задачи, которые важные, но не очень срочные. Задачи, которые срочные и не важные. Задачи, которые не важные и не срочные. Те, которые задачи неважные, не срочные, мы вообще откидываем, все непонятно, зачем они у нас появились в целом. Те задачи, которые важные, срочные, они на наивысшем приоритете у нас находятся, в первом квадрате. Мы в первую очередь вот эти задачи раскладываем, и в первую очередь мы по ним начинаем работать. Если мы понимаем, что мы не можем по этим задачам физически полностью сами все выполнить, то мы их просто делегтируем. Что же касается второго квадрата, те задачи, которые нужны, они не являются столь важными, но срочными, то мы сразу же их делегируем. Ну, если есть кому-то. Особенно фрилансеры. Опять же с собой договорил, делегирую. Опа! А мы как раз и кеды переходим. Я как раз хотел дополнить тебя, потому что у меня планирование... Я уже постою. По остальным, понятно, диаграмма Ганта кто-то использует в планировании, непонятно. Диаграмма Ганта. Я ее использую, опять же, в силу того, что я занимаюсь множеством процессов. Процессы адаптации, подбора и так далее. Я простраиваю некие взаимосвязи между одной задачей и другой задачей. То есть, пока я не выполню в своем планировании одну задачу, я не приступаю к другой. Они находятся в взаимосвязке. Ну, например, я не могу... Я не могу, например, приступить к адаптации, к реализации адаптации сотрудников, если у меня, например, не составлен план этой адаптации. То есть, вначале я создаю план, и я запланирую, что я выделяю на этот план адаптации, например, 2-3 дня. И потом у меня идет непосредственно сама адаптация, планирование самой адаптации. То есть, они взаимосвязаны. Пока я не закрою этот план и эту задачу, я не приступаю к другой. Таким образом, вся диаграмма ГАНТа у меня простроена на полгода, может быть, на год вперед. Это хорошо, когда вы хотите взглянуть масштабно на свои проекты, особенно если вы на год, например, планирование себе расставляете, и посмотреть, что у вас вообще там происходит. То есть, вот для этого используется ГАНТ. Я там тоже ссылку включил, где вы можете ознакомиться с инструментами по составлению вот этого планирования по ГАНТу. Женя? Наконец-то. Да. Не, я просто тоже думал озвучивать. Это не так, ну отлично. Отлично. Ну, как бы у меня свое видение. В моем понимании, ты скажи свой опыт, я поделюсь своими. Я считаю, что в норме это до синии позиций. То есть, в норме это вот 5-6 позиций на одного рекрутера. Ну, в моей практике. Опять же таки, зависит очень много от эффективности каждого рекрутера. И от эффективности вот простроенных вот этих всех цепочек, насколько вы можете эффективно их использовать. Ну, у меня, допустим, я считаю, что 4-5 вакансий. Не больше. Максимум 6. 7 это уже, ну, это просто перебор. Когда я слышу, что по 10 вакансий у рекрутеров, ну, блин, как вообще не распределяют это, блин. Вот. Поэтому нельзя перегружать человека и давать задачи, которые априори невыполнимы. Поэтому либо в компании менеджмент подхрамывает и недопонимает, что это физически невозможно. Плюс еще бюрократические процессы, которые в компаниях есть, в которых так много вакансий открыто. Ну, в общем, 4-5 вакансий, как бы, нормально. Ну, это уже по желанию. В принципе, мне нравится, когда есть немножко разные направления, чтобы можно было переключиться. Потому что если искать 5 тут нетчиков на разные позиции, к примеру, то это немножко... Нет, еще и вы имеете, наверное, уровень, да, квалификации. Нет, ну... Да, я, если по уровням говорить, то я обычно... Вот сейчас я, например, приводил по 5-6 позиций уровня недва больше. Да, если это уровень middle, то тогда человек может вот один работать с этими позиций. Если же уже добавляется еще один middle, тогда нужно добавлять к другому рекрутеру, у него делегировать. Соответственно, тоже касается по разным направлениям. Опять же, индивидуально. Каждый рекрутер работает лучше в какой-то, в каким-то направлениях, каким-то хуже. И тоже нужно смотреть и определять непосредственно, а именно, в зависимости от того, как он работает. Я хочу просто быстренько дополнить, еще вот такой немаловажный момент, если там 3 вакансии Java в одном городе, лучше, допустим, одну или две вам взять, а третью кому-то отдать. Потому что, когда один человек пишет по 3 вакансиям, ну, это не совсем правильно. Ну, что, опять же, что психологически, когда кандидату присылайте, присылайте, ну, что такое, ну, сколько можно. Или другой человек, он уже будет более мягкий в ответе. Ну, в общем-то, если там 4 вакансии по фронтенду есть, то лучше 2 распределить на одного рекрутера, а 2 на другого. Ну, одному человеку он может не ответить, а второму ответить. Это что же, как бы, ситуация какая? Разработчикам приходит день, вот там, 5-10, в зависимости от его квалификации. Бывает такое, что просто сообщение, ну, в общем-то, уходит. Я сейчас буду рассказывать, что наша работа – это, в принципе, теория вероятности, в которой влияют очень много факторов. Вот, поэтому… Вот сейчас мы пообщаемся. А, да, уже? Вот, спасибо. Да, наверное. Ой, спасибо, Рома. Люди радуются, что ты закончил. Ты мне 20 минут оставил. Вот, поэтому Рома выступал час, у меня 20 минут. Я постараюсь максимально, в общем-то, вложиться, потому что я рассчитывал на 40 хотя бы. Вот. Эффективность работы рекрутера и метрики. В принципе, вы можете прочитать, что такое метрики. Да, я думаю, вы при этом все знаете. Дальше мы перейдем к такому моменту. У нас есть два варианта, где можно замерять метрики. Это HR процессы, которые относятся к компаниям и все-таки в рекрутинге. Что мы можем понимать благодаря метрикам рекрутинга? Насколько хорошо мы находим подходящих кандидатов и сколько времени нам нужно, чтобы их нанять? Здесь, в принципе, я думаю, всем понятно. Сколько квалифицированных кандидатов нам нужно, чтобы сделать единное? Как вы понимаете данную метрику? Я буду спрашивать по каждому пункту, потому что я когда писал, я допустим, у меня одно видение было. Когда я озвучивал Роме, у него там другое представление было. Сколько квалифицированных кандидатов нам нужно, чтобы делать единное? Вы когда-то замеряли, сколько кандидатов нужно подать? Ну да, да, да. Но все занимались из 20. Ну это прям вообще вот такая чудесная. Нет, у меня тоже был кейс, одному написал и в итоге был. Я хотел рассказать, как я упрощаю, допустим, матрицу. Потом Рома мне вручился, я уже все забыл. Я, допустим, вот это важность планирования просто А, Б, буквы. Ну, допустим, я накидал на неделю то, что мне нужно сделать за неделю. Потом я это по приоритетности, самой приоритетной буковкой А рядом обозначаю Б. Вот, потом самые важные задачи, я распределяю там, допустим, понедельник, вторник на пик активности. Я раскидываю их на неделю через Google календарь и все последовательно выполняю. То есть я упростил, я там без ганта, без, в общем-то, рисования квадратиков. Но как-то, ну, то есть у меня так это приносит результаты. Это к тому, что то, что мы озвучиваем, это наша практика и какие-то наши кейсы. В любом случае, вам это может быть удобно, неудобно, все нужно адаптировать подседа. Как в компании, так же и в рекрутинге на фрилансе. Так, идем дальше. Насколько эффективно мы привлекаем лучших кандидатов и убеждаем их принять наше предложение о работе. Вот это как раз, в принципе, тот момент, когда важно понимать о контр-оферах. Вообще, кто работает с контр-оферами и как? Вот, ну, то есть, понятно, что это нужно делать и все-таки вы, как рекрутер, вы должны быть близким другом и вот в максимальном контакте с кандидатом. Плюс, например, фрилансы и агентства, вы, получается, не на той, не на той стороне. Вы между, ваша задача, чтобы счастлив был кандидат, поступивший на работу, и действительно, это была работа, та, которую он хотел, и вы ему предложили. Вот, компании, соответственно, тоже подобрать человека по ценностям, с ним общаться так, чтобы вы понимали, ну, что в дальнейшем у нас будет воркшоп. Мы как раз проработаем, у меня была вакансия, это вообще супер. Мне прописали, ой, не буду забегать наперед, но это было прикладно. Вот, да, да, поэтому здесь важно понимать, человека поддерживать и важно вникать в детали вакансии для того, чтобы вы могли оперировать. Я, например, изучаю, вот до того, что если мы работали, например, или там у меня кто-то из знакомых, работает в компании, откуда мы хантим сейчас, я стараюсь узнать информацию даже о компании, какие там есть нюансы. И вот на этом проекте пытаюсь у человека понять, да, вот все-таки, что его, ну, я не задаю в лоб вопрос, почему вы меняете работу. У меня была ситуация, когда мы отдаем кандидата одного, второго, третьего компании, и я понимаю, что какие-то, ну, в общем-то, странные отказы поступают. Я поехал, ну, собственно, поприсутствовать на собеседовании. Вот, и HR компании просто, здравствуйте, там, и так далее, представилась мы там такая-то компания, и чуть ли не первый у нее вопрос, почему решили сменить работу. Валентина, я еще как бы не решил, просто интересное предложение, то есть она всем задавала чуть ли не первый у него вопрос, что сменили работу, и, ну, были странные моменты, там, шуточки, подколы на собеседовании кандидатов, то есть я не понял, оказывается, проблема была не в кандидатах, а в HR менеджеры компании, пришлось с ней общаться, работать и говорить, я просто это все фиксировал. Лен, ну, как бы, я заметил такие моменты странные, это может кандидата смущать, смущать в дальнейшем, и мы как бы с ней общались, она к критике очень так тяжело относится, ну, пришлось работать как-то эти моменты прорабатывать. Вот, поэтому мы можем влиять на принятие решений кандидатами, и это нужно делать, и до выхода кандидата поддерживать связь. Даже когда кандидат вышел, помните, что когда человек только, ну, вы должны общаться так, когда у него какое-то беспокойство, или же мысль возникает по смене работы, чтобы он вспоминал вас. Потому что масса рекрутеров, и вот по поводу рассылки, почему я против рассылки, и вот у меня девочки, ну, как бы, я всегда объясняю, мы не боты. К сожалению, 90% писем, которые там мы смотрели, как пишут другие рекрутеры, там, и так далее, вот, у нас в штате разработчик свой был, мы видели, что ему пишут. То есть 90% это рассылка, это, ну, просто спам, это вот как боты. Поэтому, конечно, у многих разработчиков возникает желание просто, например, там, сделать какого-то бота, который им будет отвечать. Ну, в общем-то, убрать эти моменты полностью. Вот. Да, 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 прикольный кейс, я даже заходил, писал, ну, как коммуницирует бот, ну, забавно, да. Вот, ну, на самом деле, это чисто фан был. Рекрутеры ботами будут общаться, с нами будут общаться. Человеку запоминалось как-то цеплять. Вообще, профессия рекрутер, как бы, ну, многим непонятно, но на самом деле она вмещает столько всего в себе. Мы должны быть и копирайтерами, и маркетологами, и продажниками, и рекрутерами, и психологами. Ну, в общем, девочки, тут непаханное поле работы. Сколько, в каких направлениях нужно развиваться просто. Вот. Идем дальше, времени мало. Сколько денег мы тратим на найм, и как наши расходы меняются в зависимости от позиции, на которую мы нанимаем. Это, конечно, больше к компаниям. То, что можно применить, вот, точно по фрилансу, мы сейчас перейдем. Ну, и, собственно, насколько эффективен наш процесс найма, какие шаги или этапы наиболее эффективны. Вот. Здесь вы видите уже, ну, если вы будете делать аналитику и фиксировать, вы видите свои сильные стороны в HR процессах, в рекрутинге. И все-таки, где вы больше всего теряете кандидатов. Вот. Значит, там есть какие-то моменты, слабые места, которые нужно прорабатывать, и этим нужно заниматься. Поэтому аналитика и цифры – это очень-очень важно. Вот. Такие наиболее важные метрики необходимо отслеживать. Вот. Там в конце будет слайд, случайная фотография. Вот, собственно, у нас есть доска большая, на которой мы по Днепропетровску там делали воронку. И там вот конкретно с этими цифрами. У нас есть ежедневные отчеты по таким параметрам, как количество написанных писем, количество ответов и активный кандидат. У нас есть такое понятие, как активный кандидат. Это те, которые заинтересованы, те, с которыми вы находитесь в коммуникации, неважно, какое это. Вы в Телеграме с ним переписываетесь, Вайбер, Фейсбук, Скайп, Линкет. Ну, в общем, человек активен, он еще не отказал, не отпал. У нас разработан свой смартфон. Я об этом, я же говорю, я вот расскажу, как у нас разработчик попал в агентство. Это вообще супер история. Я его обожаю. И как он, вот, интересно посмотреть взгляд разработчика на рекруте, ну, то что он потом мочил. Это тоже очень добавлено. Вот. Да, когда я ему рассказывал, что рекрутеры это не моды, мы пишем индивидуальные письма, заходим на профиль, смотрим, что можно подчеркнуть у человека, почему мы именно к нему обращаемся. Индивидуальный подход, ну, лучше. Пацан написал скрипт просто на рассылке и лупашил всем рассылку. Вот. Ну, вот такая история. Ну, кстати, у него конверсия тоже мы там просчитывали. Была, но как бы меньше, чем индивидуальные письма. Вот. Активные кандидаты. Мы это тоже фиксируем. И есть такая метрика, как полученные CV в течение дня. Потом есть отправленные кандидаты на рассмотрение. На этом тоже мы фиксируем, сколько человек в итоге рассмотрели. Здесь мы можем понимать, почему вот я выделил их отдельно. Потому что если мы отправили, не факт, что компании, например, человек этот подойдет. Если мы отправили 10 человек, а рассмотрели только, допустим, 7 или 8, но тут стоит задуматься, что мы сделали им так, связаться с компанией, пусть они нам дадут аргументированный фидбэк, почему мы получили отказ, и, собственно, чтобы мы этот момент проработали, не тратили время ни компании, ни своих. Вот. Дошли до собеседования. Чем мне нравится IT-сфера? В принципе, очень большое количество людей в итоге доходит до собеседования. Если кандидат заинтересован, поддерживает коммуникацию. Чего нельзя сказать о классическом бизнесе. Там просто... Я работал в классическом бизнесе несколько лет. Там вот из 10 кандидатов записанных, ну, в общем, если 5 дошло, это... Вот. Слава богу, в IT-такого нет. Но, опять же, бывает, кандидаты по тем или иным причинам срываются. У меня, например, была история. Вообще супер. Кандидат отказался идти на собеседование, потому что просил 3000 долларов. Он был, по-моему, андроид. Синьер андроид. Ему назначили собеседование. Он позвонил Чару и говорит, в общем, я выезжаю, оплатите мне такси. Он такой, в смысле такси? Он говорит, ну, вот так вам что, это сложно? Ну, они как бы, ну, если такой подход, то спасибо, оставайтесь дома. Звонит мне заказчик, говорит, что это странная ситуация. Ты вообще с парнем нормальная коммуникация? Я говорю, да, нормальный. Вот. Он как бы в адеквате. Я говорю, в смысле? Ну, в общем, он нам позвонил, говорит, я сейчас выезжаю на собеседование, платите мне такси. Я говорю, я понял. Сейчас перезвоню. Ну, я перезваниваю человеку и говорю, Стас, это, как понимать вообще? Он говорит, когда компания заинтересована в кандидате, мне билет и в Одессу оплачивали на собеседование. Если им впадло оплатить такси, у них такое отношение, в общем-то, к людям, к разработчикам. Я не готов работать в такой компании. Ну, странные, в общем-то, причины бывают. Слава богу, в основном доходят, но все равно мы это фиксируем. Оферы. Понятно, что это очень важно. И все-таки по итогу сколько вышло. Потому что, если сделали оффер, например, через 10, то через месяц выход. Это очень большая вероятность, что что-то пойдет не так. Поэтому компании должны понимать, вот люди, которые работают в компании, HR, рекрутеры, должны доносить это руководство всегда. Потому что, чем быстрее вы проведете этапы собеседования, чем быстрее вы найдете кандидата, потому что рынок у нас просто бурлящий максимально. Потребность рынка на данный момент 200 тысяч IT-специалистов. В итоге у нас есть 110 тысяч. То есть у нас очень большой дефицит нормальных разработчиков. Поэтому идет борьба между компаниями, те, которые делают быстрее оффер, соответственно, там быстрее принимаются решения, соответственно, там меньше бюрократии. И поэтому кандидаты принимают выбор той компании. Идем дальше. Как это все, собственно, реализовать, как фиксировать? Потому что любые данные, любая информация, она требует времени. Нас повезло, что, в принципе, у меня все рекрутеры в компании имеют профильное образование. То есть они могут и походить, они знают, что такое IT-сфера, потому что они 5 лет учились, как минимум, и, в принципе, этим увлекаются и занимаются дальше. И у нас вот девочка, прикладная статистика у нее, если я не ошибаюсь, она заканчивала. Ей нравилось работать с данными, и, в принципе, она делала аналитику, она это все фиксировала, потом в итоге в графиках все демонстрировала. Да. 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 Ну, в общем-то, если это фриланс-рекрутер, то вам нужно все-таки ввести базу. Я, допустим, когда начинал, я всех ввел в Excel, вот, всех фиксировал, я даже в Excel напоминалочки ставил, там, будет заинтересованы через два месяца, этому интересны какие-то там проекты. Если у меня что-то заходит, я периодически это просматривал для того, чтобы, ну, а что, мы выживали как могли, это были 2015-е, вот. Сейчас, конечно, если у вас есть возможность, там, допустим, пользоваться тем же Cleverstaff'ом, ну, окей, вот, почему нет. Я слышал лестные отзывы, хотя, когда мы пробовали еще, там, года два назад, мне, честно говоря, не очень пошел, потому что, ну, очень подтормаживала система, много было нюансов, которые, ну, в общем-то, не устраивали. Сейчас я так говорю. У нас есть свое расширение, вот, когда, как нам попал разработчик вообще в штат. Мы искали для одной, там, продуктовой компании, вот, я потом вакансию, кстати, на воркшопе покажу этой компании, мы для них искали полстэк разработчиков. Вот. И так получилось, что нашли себе молодого специалиста, у него там около двух лет опыта. Мы с ним созвонились, начали общаться, и я вот прям по телефонному разговору чувствую, блин, классный пацан, вот, вот, вообще, прям, максимально крутой. Вот, я не знаю, с первых секунд, вот, наш человек. Я говорю, Саша, давай, а? О, я говорю, Саша, давай встретимся у нас в офисе, пообщаемся, я чувствую, будет даже два предложения. А он там по деньгам, кстати, ну, скромно хотел, там, что-то, 10-20 тысяч, ну, измогутся. Окей. Он к нам приехал в офис, мы с ним… Да? Нет. Нет. В итоге он поработал, он привнес много чего интересного компании и, скажем так, систему. Ну, все-таки он разработчик. Как ни крути, для нас он что сделал, это он разработал, собственно, наше расширение, которое работает через LinkedIn, оно фиксирует. Мы выделяем технологию, выделяем город, пишем комментарии. И мы по нашему расширению уже видим, любой наш сотрудник, заходя на профикандидат, они видят, когда коммуницировали с человеком. И, собственно, таким образом формируется база, как бы она очень актуальна. Там можно ставить напоминание, когда нужно связаться с кандидатом. И мне потом это в личном кабинете, я захожу, я вижу, сколько каждый рекрутер написал кисем, сколько там человек добавил базу, ну, вообще все параметры, которые меня интересуют, мы внесли. Вот. Так. Идем дальше. Тоже очень важный шаг. Ну, собственно, я показал вам вот метрики, которые интересуют меня. У вас, у компании они могут быть совсем другими. Поэтому каждый должен определить, какие параметры для эффективности важны, ну, и, собственно, их отслеживать. Вот. Здесь мы будем потихонечку ускоряться, потому что время-то идет. Эффективность публикации. Ну, это тоже вы должны понимать. Как вы пишете, от этого тоже очень много зависит. Потому что, если посмотреть на вакансии от компании, ну, я не знаю, ну, 80-90% вот просто идентичны. Ну, хочется, я не знаю, какой-то добавлять, ну, скажем так, каких-то тонкостей, фишек, какую-то дополнительную информацию, нестандартную. Кроме, там, вот эти кофе, печеньки, это вот все, господи, вот, это уже очень надоело. Поэтому, чем лучше и интереснее вы напишете вакансию, тем, соответственно, будет больше ответа. Время найма, понятно, что здесь количество дней с момента одобрения кандидата в компанию и когда он выходит на работу. Это тоже такой важный параметр, показатель, который нужно отслеживать и понимать, какие процессы у вас затягиваются, над чем нужно поработать и все эти процессы доносить до руководства. Ну, и понятно, что источники найма, это тоже вы отслеживаете, что помогло, какие ресурсы помогли вам закрыть кандидата и открыть, и, ну, вообще-то, сотрудников привезти в компанию. Это все, опять же, что относится к компаниям, отсев первого года, качество подбора. Вот здесь, как вы понимаете, количество наемных работников с хорошими показателями эффективности, но общее количество наймких кандидатов. Вот здесь давайте подумаем, как вы понимаете, вот этот пункт. Ну, это сложно сделать за 4 месяца, но, в принципе, если человек, да, прошел, допустим, испытательный срок, там, не за 3, а за 2 месяца, и через 2 месяца он на порядок вырос, и его там готовы, не знаю, добить. Да, или на какой-то проект посерьезнее, ну, да, это успех ваш, как рекрутера, значит, очень правильно, добро. Да, можно я добавлю, больше тема все-таки для чар-директоров, либо же управляющих, управляющих процессом, да, подбора в своей компании, потому что, когда вы ведете несколько процессов, вы наняли человека, вы проводите адаптацию, после адаптации вы проводите ревью, ну, как правильно это делать, да, то есть вы вначале провели ревью, там, в середине адаптации, в конце, например, через 2-3 месяца, и вы видите, насколько по ревью данный человек полностью соответствует требованиям, насколько он может оставаться дальше в вашей компании, насколько он эффективно, самое важное, работает в вашей компании. Вот, исходя из этого, вы понимаете, что у вас, например, поступило там 50 человек, а из них фактически после ревью 20 человек соответствуют ожиданиям, то есть неким вашим требованиям техническим и, там, софт-требованиям. И вот вы, собственно, получаете некую статистическую мерку в вашей компании. С качества, насколько качественных вы специалистов от Драйв. Вот, здесь заявки на вакансию. Вот, а здесь есть представители, ну, вот, крупных компаний, кроме, там, DataArt? Есть. Я знаю, что есть. Ну, крупная, вот, 400, допустим, человек. Вот, ну, тогда я буду озвучивать, если у вас применяется, это круто, если не применяется, то странно. Вот, заявки на вакансию, определение популярности позиций внутри компании. То есть, каждая компания имеет какую-то, все-таки, свою специфику, и по которой они берут дополнительные проекты, и на которые, грубо говоря, там специализируются. Для этого, если вы знаете, что, ну, опять же, должна быть коммуникация и с менеджерами, и, ну, в общем, со всеми, кто принимает решения, если вы знаете, что, там, через два месяца зайдет проект, на который нужно будет 10 Python, 5 Frontend-чиков, то об этом нужно подумать уже, вот, желательно за два месяца, и уже готовить пул кандидатов, и как-то прорабатывать, возможно, уже узнавать требования для того, чтобы, когда вакансия зайдет, вы уже могли максимально быстро ее закрыть. Вот. Здесь же заявки на вакансию, вы понимаете отклики с джопсайтов на вакансии. Вы знаете, какие, какой уровень специалистов, на какой уровень специалистов работают джопсайты, на какие вакансии больше откликаются, и на сколько вы можете рассчитывать, допустим, на те же сайты. Вот. Вроде все. Вопросы, вот, есть? Я ускоряюсь, потому что надо. Вот. Процент отбора, стоимость найма и окупаемость кандидата. Вот. По этому пункту понятно? Всем понятно, да? Вот. Стоимость найма, ну, опять же, возьмем компании, входит все, публикации и вакансии, зарплата рекрутеров и, в принципе, все расходы, которые связаны с наймом. И если это выплата бонусом каким-то внешним агентством, рекрутерам, это тоже входит. Оплата, да, ресурсом. То есть, все, что привело вас к найму этого кандидата, это можно посчитать. Например, работу рекрутера в часах разбить на часы. Если у вас есть метрика, сколько, допустим, человек тратил, там, допустим, в процентном соотношении конкретно на эту вакансию, вы можете посчитать час его работы, сколько он потратил и примерно стоимость найма этого кандидата. По окупаемости кандидата, опять же, в компаниях... Так, так, звучайно. Да, да, конечно, туда тоже. Пиемы, интервьюеры, все... Естественно, я просто не говорю, конечно, не только рекрутера, а все, скажем так, все расходы, которые привели к найму кандидата. Естественно, время тех специалистов уже стоит немалых денег. Ну, конечно, это все нужно учитывать. И окупаемость найма. Почему? Очень важно все-таки отслеживать, насколько хороших вы кандидатов. Ну, это уже даже, наверное, со стороны бизнеса важно. Насколько хороших вы кандидатов даете, потому что плохой кандидат, он проходит адаптацию больше, он плохо влияет на команду, потому что он не тянет. У него отвлекаются другие специалисты. Это огромный ущерб для бизнеса. Поэтому важный параметр все-таки отслеживать именно, насколько хороших кандидатов вы нанимаете. Возврат инвестиций кандидатов для бизнеса. Да. Здесь можно окупаемость. То есть кандидат, примерно, допустим, вы посчитали его затраты на его найм. Здесь вы можете уже дальше посчитать за год, какую прибыль он приносит компании. И примерно, допустим, если человек отработает год или там 8 месяцев, кандидат выходит в плюс. И тогда уже компания с него начинает зарабатывать. Есть на каждом разработчике маржа. У любой компании, аутсорс, аутстав, продукт, каждый разработчик, любой параметр можно посчитать. То есть, если мы знаем, что клиент у нас платит 3000 долларов за кандидата, он в месяц берет 2000 долларов. Правильно? То есть, у нас на нем, грубо говоря, маржинальный примерно 1000. С этого всего мы откидываем его рабочее место. Можем посчитать сюда свет, кофе и так далее. То есть, мы... Лично я? Нет. Я же, как бы... Конечно, рассчитывается. Я... Это отлично. Если они у вас есть, это супер. Ну, как бы для компании. Это в каждой компании должен быть этот... Окей. Хорошо. Пусть будет так. Ну, это... Да, это... Да, это тему... Я понимаю, о чем вы говорите. То есть, в крупных компаниях, то, что касается... Не все эти применяют. Я вам скажу, что не все компании применяют. Хороший вопрос. И на... Я повторюсь. Смотрите. Понятно, понятно. Смотрите, если... Если это реально вот так, как вы говорите, то тогда уже эти компании позакрывались. Ну, это... Ну, я вам скажу, это... Скажем так. Наверное, на уровне слухов. Любая крупная компания, они точно знают, сколько они зарабатывают. Любой собственник, это основной показатель. Любой инвестор знает, сколько он зарабатывает. Окей. Ну... Хорошо, да. Я предлагаю двигаться дальше. Я... Я... Ну, то есть... Я... Я... То есть, человека, которого берут на 4 тысячи долларов, за него должны просить минимум 8 с половиной. Правильно понял? Ну, клиент, кто-то же платит за человека, допустим. Правильно? Не-не, мы... Вы о разных, да, говорите. Потому что... Женя говорит с точки зрения человека, который закрывает для внешних клиентов. Понимаете? И он говорит с точки зрения позиции агентства в целом. Агентство регионов. А вы как бы говорите о внутренних финансовых процессах компании, подсчета вот этой вот инвестиций. Да, инвестиций. Вы правильно говорите? Да. Женя... Хорошо. Давай дальше. Да. Давай, да. Мы потом можем подискутировать на эту тему. У нас будет масса времени. Так, на чем остановились? А, покупаемость кандидата. Ну вот, будем ждать, когда у нас 2,2. Выйдет и выйдет плюс. В общем, вот. Так. Ну и процент принятия оффера, как-то здесь доступно. Понятно. Эффективность воронки подбора. Здесь, я думаю, это уже должно быть все понятно. Количество конверсий на канал тоже должно быть все понятно. И вот, собственно, наша вороночка, которую я случайно сфотографировал. Я просто не помню, я куда-то спешил, ехал и сделал снимок. Слава богу, он у меня остался, думаю, надо в презентаж. Вот. Это воронка по Днепропетровску. Слева компании, в общем-то, от которых у нас вакансии горят. Вот. Это технологии, которые актуальны. Вот. Написано писем. Я не знаю, там видно ли на задних рядах. Вот. Здесь, на самом деле, не полный месяц указан был. По-моему, там. Ну, мы посчитали, как грубо говоря, за месяц. Там, по-моему, недели три было. Написано писем. Тысяча шестьсот. Да. Ну вот. Это метрика четырех рекрутеров, которые работали под Днепропетровску. Воронка, начни. Вот. Ответов. 774. Ответа. Отправлено на рассмотрение из этих 57 кандидатов. Вот. Оферов у нас было шесть или семь. Я точно не помню. В этот период. Но, опять же, эта информация у меня зафиксирована есть. Но я что-то ее посмотрел. Да. А, вот. Вы помните, сколько я вот писал по поводу активных кандидатов, получения CV, отправленных CV на рассмотрение. Там, вот. Здесь, наверное, что-то? Нет. Ответов. Ну, смотрите, для меня, например, это тоже важная метрика, сколько отвечают мне и моим рекрутерам. Для меня даже, ну, как бы, для меня важно, что, если я человеку пишу, он мне отвечал, а не тупо игнорировал. Вот что-то какие-то спросите. Нет. Нет. Это уже отобраны и нами, и, ну, то есть, бывает, с кандидатом общаешься, ну, вот, по линке, то он вроде бы, ну, так, ничего. Потом смотришь по опыту и понимаешь, он реально не дотягивает. И как у тебя есть CV его, ты с ним созваниваешься, начинаешь общаться, и понимаешь, что нет смысла даже позволить отправлять такого кандидата. Хотя, вроде как, он первоначально был неплох. Вот. Поэтому после всех, вот, грубо говоря, отборов, это максимально релевантных кандидатов, отправленных 57. Вот. Ну, из них мы уже, там, писали для себя, кто у нас там, когда. Вот. Ну, и в конце количество людей, которые получили оперы, ну, и, собственно, те, которые приняли. Вот. Такая вороночка. Доступная, понятно. Нет, это не все. Ну, может быть, на тот момент. Поэтому они и выписаны. Ну, это, видимо, уже те, которые назначены были там на конкретную дату и так далее. Вот. Все. Перелистываю. Начинается новая тема. Времени у нас совсем нет, да? Ну, поэтому пробежимся. Я, как бы, суть донесу. Я думаю, как разобраться с техническими требованиями, вакансиями и IT-технологиями. Вот. Здесь, в принципе, все понятно, да? Тут такие трени, джуниор, медлые, синьеры. Написано так себе, давайте лучше об этом поговорим. Ну, медлые – это, ну, минимум полтора года коммерческого опыта, потому что фриланс мы не учитываем, понятно. Вот. Такой вопрос, собственно, вам. Чем отличается сеньер от медла? Это тоже такой важный момент и важное понимание. Ну. Так, это, 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 это. Ну, это уже, да, это уже, наверное, лучше клидор. Компетентность тоже, естественно, то есть, это все, наверное, относится и к опыту. Человек проработал три года, тут шесть. Понятно, что он прошел там и Крым, и Рим. Вот. Ну, в принципе, да, это тоже можно отнести ближе к делу. Ну, в общем, если подытожить, например, два медла будут выполнять задачу четыре недели. Сеньер может эту задачу выполнить за полторы-две недели. Потому что он уже сталкивался с подобными ситуациями, скорее всего. В общем, сеньер гораздо быстрее решает возникшие. Да, смотрите. Тут фишка в чем. Кодить быстрее, скорость написания кода, ну, это не метрика, ну, опять же. А решение задачи и проблемы, это уже совсем другое. Сеньер качественнее решит задачу и быстрее, чем мидл. Мидл может сделать, оно будет работать две недели, потом посыпется. И потом они заново будут разбираться, в чем проблема. То есть, сеньер делает это быстрее и качественно, потому что у него есть опыт, знания. И, скорее всего, с теми или иными задачами он уже сталкивался. Он использует больше технологий в работе, и он видит картину обширнее, чем мидлы. Мидлу нужно сесть, разобраться, ввикнуть, пробовать, экспериментировать. Почему в моем понимании, собственно, лучше работать с сеньерами. Пусть ты заплатишь больше, ну, если мы говорим о продукте. Потому что у меня был опыт разработки, и я работал с сеньерами, и работал с мидлами. Я четко почувствовал, в общем-то, разницу и границы работы с опытными специалистами, и которые, скажем так, менее опытные. Но я хотел бы подчеркнуть, мне ваше понимание очень близко тоже и понравилось. Поэтому я считаю, что имеет место быть в качестве дополнения. Да, ну, то есть, я примерно понял, что вы имели в виду, но есть сеньеры, которые, опять же, ходят, ну, может, чуть меньше мидлоб или архитектор. Если проект глобальный, компания большая, как правило, вот это тоже момент, что, если мы смотрим на компанию, там, 20 человек, скорее всего, конечно, у них нет архитектора, и сеньер, который, там, ну, главный, божила, он решает вообще. Он уже не ходит, потому что он папа. Вот. Как бы, если мы говорим про галеру, то, скорее всего, на галере будет веб-си сеньер, ну, чуть меньше мидлоб. Вот. Вот. Только потому, что он сеньер, ну, и все-таки, он стоит дороже, соответственно, его уровень знаний глубже и обширнее. Хотя не факт. Может быть, просто глубже. Потому что, ладно, не будем в гебри залазить, идем дальше. Вот. Здесь придется пробежаться, потому что у нас еще ждет воркшоп. Вот. Здесь, в принципе, я думаю, должно быть все. Понятно. Операционные системы, которые существуют. А React, операционную систему кто-то слышал? Потому что мне Женя когда сказал, я ничего не слышал. Она очень свежая, это свободная, бесплатная система на Linux. Написана на Python. Ну, она адаптирована под Windows. Я не знаю, что, фишка под... React. Операционная система React, да. Я не понимаю фишки. Мне кажется, просто разработчикам иногда важна, в общем-то, какая-то операционная система. Да, то есть там она с открытым кодом идет, и у них есть возможность, в общем-то, поучаствовать в этой операционной системе. Я могу ее там немножко запилить и совершенствовать. Вот. Я показываю вот эти все параметры для того, чтобы... У вас освежить. Да, если какие-то моменты вам незнакомы, тут надо будет реально, если вам заходит вакансия, вот просто почитать. Все незнакомые слова для вас вакансии должны быть максимально понятны. Для того, чтобы вы пообщались, допустим, с клиентом или с клиентом, вы услышали полную информацию о вакансии, у вас должно быть понимание все-таки, с чем придется столкнуться разработчикам. И это, кстати, будет один из поводов для разговора, допустим, если вы зададите ему вопрос, например, чем вам нравится гид, пишет, что я бы хотел бы работать, чтобы был гид. Спросите, он вам расскажет, ваши компетенции будут расти, и ему приятно, что рекрутер не просто задает вопросы, там, ладно, скажу банальше, там, кем вы видите себя через 5 лет. Сейчас уже, конечно, я думаю, никто этого не использует, но, в общем-то, нет банальных вопросов, есть вопросы все-таки более технические, и он такой думает, блин, ну, вот это мне девочка запомнилась, надо быть своей дружкой. Да, ну и тем не менее, мы не забываем, что мы не технические специалисты, мы не должны комплексовать очень сильно, когда мы досконально не знаем гид workflow и не понимаем там прям всех нюансировок. То есть, у нас есть целостное понимание, есть представление об этом, но в дебри мы не обязательно должны залазить. Ну, это среда разработки, это, ну, тут кому что предпочтительнее, вот, я видел, что, например, там у нас есть девочка, которая кодит на Java, там, на досуге, вот, у нее вот эта интеллиж установлена была, что-то там происходит, вот, я сам, как бы, с кодом не знаком. Никак, ну, хотя бы поверхностно, вы должны видеть эти слова, понимать примерно, с какой-то, с какой-то, с какой-то пришло. Вот, ну, тут понятно, фронтенд, бэкэнд, и все, вместе, фонфтек, разработчики. Ну, иногда путают, встречают. У нас, кстати, это странно, но бывает. У меня будет эксперимент. Да. И у меня тоже будет. Ну, я не знаю, ну, как можно это путать? Ну, слава богу, я не знаю, не понимаю. Вот, хотя, ну, вот, у нас просто недавно была ситуация, когда из крупной компании, из топ-5, девочка, нашему кандидату, он не подошел на их вакансию, вот, она ему предложила как альтернативу, он, по-моему, был dotnetчик, она ему предложила, что там, с плюсами. С крупной компанией, то есть, это топ-5, каким образом и почему эта девочка там работает, и как так произошло, я до сих пор не могу понять. Это очень страшно, то есть, вообще, мы потом этот момент выясняли, а? Не, а, ну, не знаю, может, разве что так? Не, понятно, ну, она-то с C++, я, что, C, увидела и с этой стороны. Может быть, я, блин, я даже с этой стороны не смотрел. Надо в девочек спрашивать, как это логика работает. Вот. Так. Идем дальше. По разработке фронт-энда. В принципе, вы можете по вакансиям, которые у вас там часто в работе, сделать себе какую-то пометочку. Вот, у нас, например, есть такая небольшая библиотека, да, ну, своя, грубо говоря, википедия, то, с чем мы часто сталкиваемся. У нас это вынесено отдельным файлом, и можно взять, почитать, там, где-то сейчас, может, 115, так вот, понятия. Ну, в общем, больше ста разных моментов, с которыми мы ежедневно там практически сталкиваемся, которые мы просто вынесли, зафиксировали, иногда повторяем. Вот. Здесь, в принципе, я думаю, тоже должно быть все понятно, что фронт-энчик, который там знает HTML, CSS, там, и написан у него JavaScript, это не факт, что хороший фронт-энчик, скорее всего, это просто верстка, и на этом нужно будет у него акцентировать внимание, спрашивать, что именно конкретно он делал, не работал ли он просто в саппорте. И когда, допустим, он озвучивает какую-то там заработную плату, нужно понимать, что если он просит, у него два года опыта, он просит 2000 долларов, нужно аргументированно объяснить человеку, почему, собственно, есть смысл рассмотреть другие цифры. Ну, такая же ситуация с клиентами. Например, у меня была такая странная ситуация, вот, на Facebook мне написал человек, у них маркетинговое агентство, но они там немножко, в общем-то, начали делать сайты, это все продвигать, ну, в общем, им нужен был разработчик. Вот, мы с ним созвонились, и он мне озвучил, что, ну, нам нужен мидл, такой нормальный мидл, с английским, я говорю, понятно, какой бюджет, он говорит, 700 долларов, я хотел сделать вот так, просто. Я говорю, откуда эта цифра? Не, ну, а сколько? В общем, да, ну, пообщались, я примерно обрисовал то, что по тем параметрам, которые он хочет. Собственно, специалист будет стоить, ну, минимум полторушки. Вот, это минимум. Вот. Начал выяснять, зачем ему английский. То есть, со всеми требованиями нужно работать. Очень часто клиент пишет требования, английский upper intermediate. Начинаешь общаться, выяснять, точно ли upper, и зачем ему нужен, и где он его будет применять. Вот, Рома рассказывал тоже, забавный кейс у него был. Вот. Я был заказчик, который написал upper intermediate, но, естественно, я когда начинаю искать, я вот по тому фокусу, десяточку, о котором я сразу говорю, да, я обязательно буду включать. Потому что я понимаю, что, наверное, они коммуницируют на английском. Но я решил уточнить, зная заказчиков, насколько они по-разному относятся к пониманию, что такое upper intermediate. Ну, и когда я спросил, зачем вам upper, он сказал, ну, мы, конечно, не используем устный английский, но все же технари пишут на английском код, они же должны на хорошем уровне его понимать. Я говорю, не, ну, понятно, на этом уровне, говорю, ему недостаточно, ему не обязательно там на уровне upper владеть английским, поэтому мы, как бы, этот критерий убрали. Да, поэтому, если к вам обращается клиент, то, скорее всего, он видит у вас эксперта. И ваша задача все-таки направить человека в правильное русло и проработать его требования максимально качественно для вашей работы в первую очередь. Потому что клиент почему обращается? Скорее всего, у него недостаточно знаний рынка, он не знает, как это сделать эффективно, быстро. Вот, поэтому он обращается с внешним силам, вот, и вы уже должны, собственно, давать какие-то рекомендации и человека поправлять, там, убеждать и так далее. То есть я всегда с клиентами работаю, вплоть до того, что если прошли собеседование, да, и вот там, это фидбэк, это просто супер, вот, даем бизнес-аналитика, ну, это такое, дружественное нашей компании. Вот, как собеседование. Он говорит, блин, классная девочка, близкий, супер, все круто. Я говорю, понятно, что будете делать офис? Нет. Почему? Ну, ты тоже на первой девушке женился? Я говорю, да я вообще не женился. Что, при чем, подожди, подожди, что здесь? И он начинает мне объяснять, что... У правила пяти кандидатов работают. Я не знаю, надо еще посмотреть, там, и так далее. Ну, вот, в таких случаях, опять же, нужно объяснять, что, ну, не будет хороший кандидат ждать, пока вы посмотрите всех, примите решение. Ну, в общем, ребята, вы не настолько классные, вы не... Вот, чтобы так себя вести. Вот. Ну, только, конечно, это максимально корректно надо объяснять. Соответственно, когда вам озвучивают те или иные параметры, да, то есть вы уже, зная, ну, опять же, возможности языков, технологий, вы примерно понимаете, в каком направлении будет двигаться разработка. Вот. Соответственно, вы уже сможете с кандидатами больше общаться на одном языке. Поэтому вам не надо быть супертехничными, но для того, чтобы быть реально сеньорными рекрутерами, нужно разбираться в технических понятиях хотя бы поверхностных. Идем дальше. Ну, это все понятно, то, что к пыти относятся. Основное, на чем делаются сайты, CMS-ки. Здесь тоже, в принципе, должно быть все знакомо, понятно. Вечно противоборствующие React и Angular. Вот. И кто, кстати, вообще вот за трендами следит, что сейчас больше рулит там Angular или React? Да. Все. Вот у меня клиент есть, который вот, ну, Angular-чик. А мне уже, мне уже даже ими заниматься не хочется, потому что, ну, как-то Angular уже не очень радует. Их гораздо больше. Вам тоже нужно выписать для себя их и запомнить, что кто путает, ну, мало ли. Бывает всякое, там, Java, JavaScript. Ну, ты понимаешь, Java-back, JavaScript-prone. Все. Ну, выучить железо и, ну, и понимать, что нода, это, короче. Что-то все их back. Я думаю, вы крутые и все это знаете. По framework-ам, да, быки тоже, все понятно. Вот. По Python-у. Кстати, Python, вообще, честно говоря, мне очень импонирует язык, потому что он максимально простой. Вот. Легче всего учится. У него просто бесконечные возможности. Ну, как бесконечно. Все, конечно, относительно. Вот. При этом machine learning, искусственный интеллект, все, собственно, связано с Python. И для меня непонятно. Я даже опросы делал в LinkedIn. Ну, вот. Почему такой вот сейчас дефицит Python, если, например, в Америке это... На них сейчас огромнейший спрос. У нас есть клиенты, которые с Америкой, мы напрямую с ними работаем, даем им кандидатов, которые работают на удаленном. Вот. Так они меня задолбали. По своими Python-ами. Две вечно им нужны Python-ы, а их, как бы, нет и нет. Ну, в общем-то, в Украине тенденция, я не знаю, там, через год, через два дойдет. Ну, как раз, может, там, сейчас молодые специалисты подрастут. Вот. Ну, в общем, перспективный язык. Если кто-то, там, задумывался немножко вникнуть в разработку или, там... Ну, были, кстати, у кого-то такие мысли? Ну, поднимите руки, чтобы я увидел, кто у нас в теме. Вот. Я же говорю, столько возможностей, на самом деле. Вот. Я, если бы учил, то это был бы или JS, или Python. Вот. Даже, наверное, скорее всего, Python. Так. Рельсы. Рельсы, шпалы, шпалы. Но, да. Здесь тоже, если какие-то слова не знакомы, все-таки советую ознакомиться. Потому что, нода тоже перспективная, растет. Специалистов все больше и больше требуется. Вот. Мобильная разработка. Ну, за этим будущее тоже. Все переходит в телефоны, поэтому... Ну, я думаю, что-то будет. У нас сейчас есть немножко времени, да? Ну, слава богу, успею на iOS перейти на экраник. Я думаю, будет какая-то альтернатива. Ну, и все. Будет улучшенная просто система. Это не проблема. Вот. И, собственно, с этого я хочу подытожить. Для того, чтобы понимать разработчиков, старайтесь... Если даже вы фрилансер, вы работаете там в агентстве или в компании. Ну, в общем-то, в компании вообще супер. Общайтесь, задавайте вопросы, дергайте, интересуйтесь. Если вы фрилансер, то тоже, допустим, с кем-то вы разобщались. Пробуйте там встретиться, увидеться с человеком. Попадайте в среду, где разработчики. Ходите там, я не знаю, на хакатоны, на какие-то ивенты. Я, допустим, по фронтенду ходил на ивенты для того, чтобы, ну, вообще услышать ребят, что им интересно. Услышать их, грубо говоря, точку зрения, мышления. Для того, чтобы правильно писать и хорошо хантить, они должны понимать психологию разработчиков. Если вы не будете кодить, но хотя бы, что ребятам интересно и чем их можно взять. Собственно, я у вас звучу. Двигаемся дальше. Здесь тоже, в общем-то, должно быть все понятно. Языки с API. Я буду двигаться быстрее, потому что уже больше часов у нас еще в воркшопе. Сейчас воркшопом мы будем двигаться. И это функциональное программирование. В общем-то, почитайте. Ознакомьтесь вообще со всеми видами разработки и возможностями языков. Следите за трендами для того, чтобы быть максимально профессионалами, для того, чтобы понимать, что писать, как писать и чем можно цеплять на данный момент разработчиков. Потому что, к сожалению или к счастью, рынок очень разбаловал наших ребят. Мне кажется, такого бардака, как, бардака, ну в смысле, в общем-то, такой свободы, которую дают разработчикам некоторые компании, которые, в общем-то, могут там час с дня прийти. Когда захотелся, абсолютно такой свободный график, и все его терпят, может, он получит классный. Вот, и шо. Вдруг он от нас уйдет, он нам не посоветует, нас все посыпает. Вот, и терпят. Я знаю, например, ситуации, когда, скажем так, в одном крупном банке держат специалиста, по-моему, мне говорили, на 8 тысяч долларов. Там уже, ну он как архитектор. Архитектура полностью простроена, это только допиливаются какие-то маленькие пичи, там, ну что-то постоянно улучшается. Ну, в общем, архитектор, в принципе, не делает нифига. Он уже себе позволяет бухать просто на работе, и он так уходит, он просто уже такой поправился, там все. Ну, короче говоря, его держат по одной простой причине, что если он уйдет, не дай бог, что-то произойдет с системой, все. Только он, как архитектор, знает всю картину и полностью всю систему. Поэтому, ребята, будьте архитекторами в своем деле, понимайте все технологии, понимайте, что писать, как писать, понимайте психологию разработчиков, общайтесь, цветите, пахните, развивайтесь, и, в общем-то, оффера вам закрывайте. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо. 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 Продолжение следует...